Добрейшие котики. Я уже проснулась, искупалась, сделала массаж лица. Ну, тем не менее, у меня процедуры. У меня, кстати, коломалась заколка, и я заколола, чем было. Надо найти еще одну заколку где-то есть. Вот. Также я запустила робот-пылесос. Он уже моет полы. Вот. Я протираю, пока делаю лазную горку. Протираю пыль дома. У нас то, что скапливается пыль даже за день. У меня каждая ежедневная лазная горка. Пока пылесос моет, я протираю. В принципе, получается достаточно быстренько, и дома всегда идеально чисто и снизу. Вот. У нас прекрасный денек. Сегодня обещают, правда, дикую жару. Уже пишут, что будет 36 градусов и без облачек. Вот. Но я подозреваю, что будет больше. Обычно больше всегда на несколько градусов. Так что, вот, день обещает быть жарким. Ну, а я вам желаю прекрасного дня и великолепнейшего настроения. Дома прибралась. Дома чистота. А я открыла новое мыло. Хочу вам его показать. Дайли Джой. Я обещала оставить отзыв на него. Ананас и розмарин. Запах очень приятный. Вот оказался. Прям чувствуется и розмарин, и ананас. Очень неожиданное сочетание. Но оно действительно приятное. Прикольно. Вот. Заливаю в дозатор. Ну, вернее, уже залила. Вот. Буду пробовать. Позже отзовусь, как оно для рук. Не слишком ли оно сушит, как пенится. То, что там были остатки еще прошлого мыла. Как только оно уйдет, я позже отзовусь о запахе и обо всем. Вот такое мыльце. Вроде 99 в фикс-прайсе за литр. За 1,4. Или 149. Это я точно сейчас не скажу. Ну, по-моему, 99 все-таки. Чем я занимаюсь еще до завтрака? Я хочу заморозить зелень. Это я раньше собирала. Это тоже. А это вчера огромный пакет. В общем, сейчас я разберу. Часть заморожу. Часть, то, что мы успеем скушать, я оставлю так. Персики кушаем. Очень сладкие. Вкусняшка. Хлебушек, кстати, еще остался. Саша вчера вообще прям хорошо поел хлеб. Я вот только корочку пробовала. Но ему понравился. Хлебушек уже все равно, наверное, доедим. Вот. Так что буду заниматься зеленью. Все перемою, нарежу и отправлю в заморозку. Пакетики я же купила. У меня есть вот такие. Побольше и поменьше упаковки. Для разных форматов. Ну, для разного количества. Это просто, что ты кладешь в пакет. Так что начинаю это все обрабатывать. Так, а я чем занимаюсь? Еще надо посуду разобрать же перед тем, как все мыть. Вот. Что хотела сказать. Вот этот нож из FixPrice. Он очень острый. И он отлично просто режет. Так что обратите внимание. Стоит он всего 77 рублей. Сейчас я положу здесь. По местам. Должно же быть все идеально. Идеально. Вот. Вот так вот. Хорошо. Отлично режет. Размер такой удобный. Мне прям понравился. И Саше понравился. Классный нож. Не знаю, как долго он прослужит. Конечно, за 77 рублей. Но пока все работает. Ну и все. Теперь. Теперь. Правильно. Можно мыть посуду. Еще одна тарелка. За тарелкой. За тарелкой. За тарелкой. За тарелкой. За тарелкой. Вот так вот. Все тут разложила. Везде все четенько. Я так люблю. Только посмотрите, сколько монгольда. А, обалдеть просто. Ну, я помню, что с двух грядок я собрала около трех килограмм. Сейчас они у меня были в разных местах и собирала в разное время. Смотрите, какие мясистые листья. Это просто обалдеть. Все перебрала. Вот еще листочку кинуть осталось. Все перебрала. Что это тут? Вот так очкикнем. Красота. И буду все это замораживать. Может, часть оставлю потушить. Так, сейчас с сыром. Очень вкусно тушить. Монгольд мы просто обожаем. И он... Вот монгольд и шпинат. Шпинат это просто топ зелени, который и в лепешке, и потушить. Вообще, куда угодно. Очень вкусно пироги делать с ним. Можно также в листья монгольда заворачивать, делать долму. Вот, вместо виноградных листьев. И вот эти вот, как они там называются, капустные. Когда в капустные листья заворачиваются, вот вместо нее можно тоже в них заворачивать. Очень вкусно. Если вы не пробовали, где-нибудь найдите, попробуйте. Это просто обалденно. Потушите с сыром. Очень вкусно. Еще нам очень понравился шпинат. Но сейчас жара, и он стрелкуется. Я попробовала посадить. Он застрелковался. Поэтому монгольд вот прекрасно себя чувствует. Отлично растет. Поэтому ращу его. Чуть позже и шпинат посажу. Вкуснятина. Кстати, монгольд похож очень даже на шпинат. Ямарант тоже. Посмотрите, какая кальраби наросла. Я планировала вообще, что их будет штучек 6-9. Но в итоге у меня взошло столько семян, что их просто десятками. Их, наверное, штук 30. Я уже сколько собирала 3, по-моему, маме увезла. Мы уже съели штучки 3. И вот сейчас, вчера уже наросли еще новые. Я собрала 4. Они диаметром должны быть сантиметров 10. Но я срезаю, чтобы не перерастали. Хранить их надо без ботвы, но с корнем. Я вот так вот оставляю. Буду натирать салатик. Кушать может даже сегодня попробуем. Свеклу снова вчера прореживала. Это вот такая длинненькая цилиндра называется. Огурчики там еще пособирала. Вот это все я так приготовлю. Замораживать не буду. А ботву капустную я срезаю. Она отлично на борщ. Я ее заморожу. В кальрабике морозить сами не буду. Только ботву и вот монгольд. Вот это все заморожу. Я решила все-таки весь монгольд заморозить. Оказывается, у меня в холодильнике еще чуть-чуть есть. А еды у нас и так куча. Все время с огорода. Поэтому заморожим. Такие четыре большие пакета. Этого пакета хватит для того, чтобы потушить на раз с сыром. Или сделать лепешки. Какой-то пирог. Ну, короче, вот. Я их все промыла, просушила чуть-чуть. И порезала сразу, чтобы было удобненько. Может быть, в какой-то борщ или сус также добавить. Сейчас, кстати, покажу, что у меня творится в морозилке. Мы съели все ягоды, которые замораживали практически. У меня осталось. Я коктейли каждое утро кладу, поэтому быстро. Осталось вишня, черешня. И тут смородина красная. Все. А было очень много. Я во блогах показывала. Я замораживала. Мы все же уже съели. Кукурузку заморозила. Шесть кочанов. Я их поломала пополам. Вот так вот на раз, как гарнир, допустим, на пару сделать. Подавать. Я еще куплю. С десяток точно. И здесь будет у меня кукуруза. Также вот тут. Тут у меня куча как раз зелени. Здесь ботва от репы. Она отлично подходит в борщ. Тут у меня очень много замороженного укропа, кинзы, петрушки. Все это нарезала мелко. Здесь уже практически заполнено. Вот еще один нам горит влезет. Так. Тут у меня наш десертик. Вкусные сырки. Мы все еще их кушаем. Каждый день по чуть-чуть. Смесь надо бы доесть, чтобы не мешалось. И здесь у меня тоже кинза заморожена. Как раз шпинат и монгольд. Вот сюда, к шпинату и монгольду, я все их ввожу. Потому что, когда мы будем переезжать, все это надо будет перевозить. И чтобы я помнила, где у меня что лежит. Вообще, по-хорошему, Саша предлагала подписать. Но эти ценники, они не будут держаться. Так вот, мы решили, что смысла нет. Они просто поотпадают или в морозилке, когда заморозится, или в дороге. Поэтому, короче, ничего не подписываю. Потом буду наугад доставать, что шпинат, что монгольд. Но, в принципе, тут и так можно это разобраться. Такие дела. Морозилка почти полная. Ну и кальраби. Точнее, бадва от кальраби. Я всю крупную, жесткую и какую-то пожелтевшую я сразу в доме уже обобрала. Посыпала на дорожки в качестве мульчей. А домой принесла только самую сочную, зеленую, молодую. Что я с ней уже делала. Вообще, кстати, кальраби капусту мне очень понравилось растить. Во-первых, она ранняя. Вот она быстро созревает. И уже летом можно кушать. Во-вторых, она очень вкусная и сладкая. Сами плоды. Ну и вот эти листья Саша просто в восторге. Ему очень понравился пирог с этой ботвой. И также борщ. Вот сам вкус этих листьев очень-очень ему понравился капустных. Поэтому замораживаю также несколько порций. Всю замораживаю. Будем готовить борщи. Будем готовить пироги зимой. Ну вот и от кальраби получилось три таких же пакетика, как с монгольдом. Ой, я довольна. Все. На этом сегодня с заморозкой заканчиваю. Буду готовить завтра. Садимся кушать. Будем кушать борщ. Также сделала коктейль. Персик, банан и йогурт. Очень вкусно получается такой йогурт. В общем, с персиком и бананом. Это обалденно. А йогурт, само молоко для йогурта было миндально-ванильное. Также у меня тут хлебушек домашний, колбаска. Соус для борща чесночный. Персик я захотела еще скушать. Тут у меня муж начистил кучу арбуза вкуснейшего. Уже без косточек можно сразу кушать. Еще отруби для борща. Приятного всем аппетита, кто кушает. Какие у нас дела? Я проводила Сашу. Он поехал в дом допиливать. Там вот эти боковые, куда вставляются ступеньки деревянные. Тоски. Короче, вы поняли. В общем, он это сделает. Вернется домой. Покушает. И возьмет меня. И мы поедем снова в Леруа. Потому что, прикиньте, надо же было еще и краску купить. Для лестницы перед тем, как ее собирать. Но мы этого не сделали. Поэтому поедем еще раз. И там есть такой еще небольшой список того, что нам надо докупить в Леруа. Поэтому поедем еще раз. Вот такой вот план. Я пока остаюсь дома. Хочу сейчас сделать масочку. И сейчас покажу, что я еще делаю. У нас время обеденное. Я приготовила себе салатик. Карпаччо. Здесь помидорки. Горчичное масло нерафинированное. Бальзамический крем-соус. Каперсы. И домашний базилик. У меня зеленый и красный. Это очень вкусное блюдо. Еще сами помидорки я морской солью посыпала. Вот. Прям. Это идеально. Приятного всем аппетита. Может быть, попозже себе что-то еще приготовлю. Пока вот салатик захотелось. Еще решила пожарить себе колбасу. Краски, гренку. И огурчик поедала. А Саша, когда приедет, будет кушать борщик. Саша уже позвонил, что он едет. Сейчас он покушает. И, короче, мы знаете, что решили. Наверное, мы завтра в Леруа поедем. То, что раньше краска не понадобится. Там надо еще щели заделать в досках. Вот той штукой, которую мы купили специальной. И оно должно высохнуть. Поэтому я сейчас собираюсь и поедем вместе. Он покушает, и мы поедем в дом. Вот. Сейчас покажу масочку, которую я делаю. Вот такая. Сейчас хочу сделать глина. Отбеливающая белая. Вот. Насыпала уже ее в мисочку. Она разбавляется просто водичкой. И все. Лопаткой перемешаю. Буду наносить. Как видите, маска из белой глины вовсе не белая. По факту. Вот. Я уже как-то показывала это. Не помню, здесь ли, на ютюбе или нет только. Белая глина. Это нежный природный скраб с микроэлементами. Способный заметно освежить цвет вашего лица. Белая глина способствует устранению пигментации на лице и теле. Экстракт огурца усиливает отбеливающие свойства белой глины. Увлажняет, успокаивает кожу. Собствует ее питанию. Восстанавливает и омолаживает. В общем, отбеливает, омолаживает. Придает коже эластичность. Тонизирует и эффективно очищает. Я в Ашане такую покупала. Стоит она там вообще буквально копейки. Но мне нравится результат. Я вообще глиняные масочки люблю. И не вижу смысла именно на глиняные. Тратится, ну, то есть, какие-то более дорогие покупать. То, что, ну, глина есть глина. Она уже природой сделана. И какой смысл? В общем, ну, вы поняли. Да. Мягко очищает поры от токсинов и загрязнений. Бережно отбеливает и борется с пигментацией. Тонизирует, дарит красивый, ровный тон кожи. В общем, на лето идеально. Сейчас сделаю масочку. Потом сделаю макияж. Заплету косичку. Оденусь. И, наверное, уже к этому времени приедет Александр. Покушает. И мы поедем. Такой план. Приехал, мой красавчик. Постригся. Класс. Такой свеженький. Да, хорошо, покажи нам сзади. О, о, супер. Очень красиво. Очень красиво. Смотрите, что привез. Вообще, где ты ее нашел? Круто. Волу мое? Мой голову, конечно. Все равно мелкие волосы остаются. Всегда под спешкой мою голову. Два лукошка клубники. Как раз так клубники хотели. Ой. Красота. Такая меленькая. Видимо, ремонтантные сорта, которые... Круглый год. Ну, круглый год. Круглое лето. Ну, вы поняли. Ай, какая красота. Такая меленькая. Выглядит, как домашняя. Красота. Вау. Собрались. Вкусно покушал. Ну, выезжаем в дом. Я сегодня одела топ, юбку, эти изики, сумка. И, кстати, у меня там на Вайлберис посылка пришла с сумкой. Сейчас пойдем посмотрим, в каком она состоянии на этот раз. Если она классная, то забираем. Ну, что, как дела? Ну, что, доделаем? Попроверяем. Тут это... Что у нас на этом? Ну, да, это... Просто что-то испачканное было. Вот, это целенькое. Еще в подарочек резиночка. Еще вот такой ремешок. И вот такая вот идет, типа, как кошелечек еще к нему. Я потом, когда все это вместе соберу, покажу. Все, выбираем. Забрала я сумку. Я вам завтра покажу, как будет выглядеть уже, ну, как-то, когда я ее в зеркале покажу, на себе одетую. Ну, так вот понятно, да, что... В принципе, кошелечек. И ремешок регулируется. Вообще. Мне нравится. Она мне нравится. Я убрала наклейки. Вот, вот, сюда. Вот, вот, вот. Я чуть-чуть замялся в дороге. Завтра я его напью чем-нибудь. Вот для мелочи, да, идеально, как раз? Для крупничка. Для крупничка, ну, ладно. Как раз мы, типа, вам, вот, это складывается. Ну, да, кстати, это удобнее, да? Покажу внутри, какие есть отделы. Такая же есть на... Это я на Вайлпере заказывала. Такая же есть в черном цвете. Кому интересно, кто такую подобную искал. Что тут с отделами? Один отдел. Единственный, неповторимый. Но есть дополнительные еще вот такие кармашек. Побольше. Кармашек поменьше. Вот такой. Два кармашка. И с другой стороны кармашек на молнии. О, и резервчик в подарок. Мы в доме, я уже тут все полила. Хотя что-то начало греметь. Походу дождь пойдет. Ну, я все равно все грядки уже пролила. Может и не пойдет, да. А тут продолжается пиление. Посмотрите на это. Лешачки, да? Тебя спасают вообще. Надо еще, наверное, маску одевать. Вот. Это под ступеньки. Выпилы. Под ступеньки. Такие дела. Ну, короче, мы уже, наверное, домой поедем. Завтра доделаешь. Да? А еще огурчики собрала неожиданно. Просто поливала и заметила, что там у меня уже огурцы. Такие тут дела. Лесенка.